И после того, как заплатили, спрашиваем, а где переодевалка? Он говорит, что переодевалки там накупаться нельзя. Второе по высоте здание. Настоящие китайские коблевы. Да, две шаурмы по-китайски за 160. И нас охранник просто так пустил. Может подумал, что мы тут живем. Едем на пляж за город. На таком здоровом автобусе. Ну, еще одна пересадка. Сколько там всего? Десять? Шесть. Приехали в маленький городишко рядом с Шинчженем. Сейчас еще одна пересадка и потом уже на пляже. Конец этой деревушки. Там пляж, но туда не пускают. Потому что это их... И что, пляж смыло? Что-то там разрушения, наверное, какие-то. В Шинчжене есть городской пляж, но он, наверное, такой себе. Мы на него, правда, не были, но, наверное, все-таки лучшие пляжи из-за города. Вот мы так подумали и решили поехать на соседний полуостров Топенг. Там, судя по отзывам, есть много нормальных пляжей, где можно отдохнуть. Выбрали самый популярный, который называется, кажется, Си Йонг или как-то так. Который аж на самом этом конце полуострова находится. Взяли туда автобус, приехали, дошли до какого-то этого блокпостта. Ну, не блокпостта. Который пляж? Ну да, со шлагбаумом, а там все, стоит охрана, куча каких-то китайцев. С нами говорят, что типа, не-не-не, нельзя. Куча по-китайских слов и одно слово Тайфун. Ну, единственное, что поняли, это Тайфун. Мы в Тайфун, это Тайфун. Ну, ладно, все. Пляж смыло, закрыто, никто туда не пускать. Что они имеют в виду? Ну да, не пустили на пляж. Ну да, то есть, в перевете, наверное, две лет назад был Тайфун. И так вот еще какие-то там у них реконструкция шла или еще что-то. Поэтому пляж мы не увидели. Так, проехали немного вглубь полуострова. Сейчас попробуем опять зайти на другой пляж. Ну, море есть, пляжа пока нет. Нет, это не этот пляж. Пришли на тот пляж, который вот этот вот. А он платный, 10 юаней. Ну, ладно. И после того, как заплатили, спрашиваем, а где переодевалка? Он говорит, переодевалки там, но купаться нельзя. Ну, плавать нельзя. В воду заходить можно там, может, по пояс, но купаться нельзя. Пляж. Купаться нельзя. Пляж. Китай. Потому что китайцы плавать не нужны. Вот тут вот отель какой-то или какие-то... Ну, да, виллы какие-то, да. Типа отели, где вот эти виллы сдаются. И нас охранник просто так пустил. Вот подумал, что мы тут живем. Ну, да, но на пляже особо сейчас он никого и нет. Было чуть-чуть народу, сейчас уже разошлось. Ну, все, можно плавать. Никто не контролирует, ничего. Раздевал. У вас везде? Не, ну, если далеко заплывать, да, за туда, за корабли. Раздевалок? Раздевалок. Нет, потому что это все-таки рассчитано под виллой. То есть, если ты там живешь, зачем ты тут дышал? Так, вода чистая, теплая, градусов 27. Начало октября. Вот это наш пляж. А вот тот дальний, это пляж, на котором нельзя купаться. Ну, хотя бы... Ну, да, ну-ка. Завалились в этот... Ну, типа жральню возле этой. Принесли вот этих креветок. 68, капец. Ну, они, правда, свежие, конечно. Пойди поснимали то все. Так, осьминог, креветки, крав, еще креветки. Так, они, раки, богомолы. Малютки. Морские ежи. Да, лучше не падать, ребята, потому что все будет вай. Морские ежи и рыба. И еще вот такие вот эти. Устрицы. Да, но эти вкусные. Блин, какие они вкусные, ребята. Это просто... Свежие просто. И вкусные, они так приготовлены. Вернулись опять в Шэньчжэнь. Сейчас надо купить билет в Гуанчжоу. И попробуем поехать на какую-то первую попавшуюся... Да, первый попавшийся автовокзал. И на карте говорят, что он вообще в Гонконге. Ну, гугл говорит, что он в Гонконге. Эти местные, китайские, вроде нет. Вроде можно купить эти билеты из-за наличной. Да, заходишь в автобус и покупаешь. Ну, посмотрим. Приехали на станцию Гранд Сиэтр. И это самое... Вернее, второе по высоте здание. 440 метров, по-моему, или 442. КК-100 называется. Гранд Сиэтр. Да. Что-то он какой-то не всегда там. Не, большой, но такой. Какой-то, ну... Странный. У меня есть китайское разделы, чтобы попросить. Ну, может, внутри. Красиво, может, не больше не знаем. Называется Square Dancing. Тренируется. Много китайцев вечерами уходит танцевать. Ну, эти в форме, они хоть как-то выглядят, да. И там все танцуют, и у нас потом танцуют. И, кстати, никто вечерами как бы не соседает. Забирается и не пупает. Хотя сегодня мы первый раз увидели пьяного китайца. Да. Видно, потому что... А вот скорых есть, тоже смотрит. Потому что National Day. И как бы он очень сильный, наверное, патриот. Вот. Новый день. И опять едем на пляж. Там нормально. Пробка, горах. Двусторонние движения, одна. Двенадцать. Открыть лентаж. Двенадцать дня. Ну, открыть, думаю. Если он закрыт, мы сделаем из тебя лежак. Вот так вот. Ну, еще раз. Сорок минут пробки, непонятно из-за чего. Или из-за кучи народу, или из-за того, что там что-то случилось. С светофором. Ну, в общем, доехали до города, вышли. И сейчас будем уже пешком идти на пляж. Пляж нормальный, но ветер, конечно. И куча народу. Настоящие китайские коблиго. Прямо, прям. Вернулись обратно на вчерашний пляж. Можно поплавать глубоко. Народу почти нету. Все, накупались, вечером навалили на ногу китайцев уже с детьми. Днем, главное, они не выходят, когда жара, вот когда вечер, то уже да. Ну, в принципе, они едут правильно, как живут детьми, нельзя идти на нашу у нас. Это практикуется везде и всюду, в Одессе. А тут народ выходят после пяти. Ну, и в принципе, и вообще не рекомендуется загорать во время после 11 и до 3, а то и раньше и позже. Ну, вы приехали скорее, приезжайте в Казахстан. Да, теперь в Шинчжене. В Шинчжене. Опять в Шинчжене едем в супермаркет на жрату. Паша хочет взять креветки по скидке. Ну, так они офигенные на них цена. А у нас негде их варить, ребята. И до Гуанчжоу не довезем. Нет, до Гуанчжоу не довезем. Скупились. Придем домой, покажу. Куча жратвы. Полный пакет. И едем домой. А теперь рассказываем, почему Aeon лучший супермаркет в Китае. Потому что можно прийти после 8, да, по скидке. Так, вот такой 10. 10. 10. Как денег, юаней? 1.80. Боже, на меня уже капают пашиные слюни. Суши за 11.80. 11.80. А балденный блинный турчик за 10. Да, очень вкусный 10. Возможно, баоцзи за 1.80. Баоцзи 1.80. Еще один сет суши тоже за 11.80. Да, такой же, как и этот. 11.80. Еще один салат, такой же за 10. За 10. Еще этот какой-то ланч за 10. За 10. Нормальный. Это такой же ланч за 10. За 10 с рыбой уже. Какая-то, я не знаю, шаурма по-китайски за 7.60. Да, 2 шаурмы по-китайски за 7.60. И суши облегченная лайт-версия за 7.60. Да, 2 пачки. Да, ребята, рыло у нас не треснет, потому что мы как бы сегодня не ели. Это и завтрак, обед и ужин, и завтра-завтрак. То есть это как бы 4 приема пищи в одном. Это они 4 утром же точно такой же ели. Это будет ужин и на завтра-завтра. Идем ехать в Гуанчжоу, и тут ящерика в Шэнчжэне. Коша чуть ее не растопил, потому что она маленькая, и они завистки, незаметно, и у нее длинный хвостер. Да, я все. На этой стороне Шэнчжэнь, а на той горе уже Гонконг. А мы на вокзал гонжем. Успеем. 12.00, отправление, пустой автобус, только не знаю, человек 6 кроме нас, ну и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали уже в Гонконг. Тут тоже жара. Ну и все. Сейчас на автобус и домой. В Шэнчжэне, конечно, пляжи намного лучше, чем в Гуанчжоу, потому что в Гуанчжоу их нет, но шэнчжинские пляжи находятся где-то часа езды на автобусе, ну местном, в часовом транспорте, вот самого где-то Шэнчжэня. Ну даже больше, смотря где вы живете, час-два, то есть в одну сторону, плюс еще нужно учитывать то, что пользуйтесь китайскими картами, другому завезете, куда-то применять. Какой-то там суперинфраструктура нету, на многих пляжах нельзя купаться. Это вообще, конечно, Китай, но на других пляжах куча китайцев, или наоборот, такое какое-то все, не очень. Поэтому самые нормальные пляжи будут при каком-то отеле, обычно там вход будет закрыт, но можно с покерфейсом проходить туда, да, охрана обычно пропустит. Ну да, но если есть выбор, то лучше ехать на пляже в Гонконг. Так, что если понравилось видео, подписываемся и ставим лайки. До новых встреч. Пока.